Всем привет! Привет! Вы на канале Сестрица в теле Света. А мне зовут Кристина. Мы две сестры вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудеем. И худеем дальше. Девчата, у меня сегодня было прекрасное утром настроение, но я проснулась очень-очень рано. Там был такой комментарий про то, что кто мало спит. Девочки, спасибо, вы мне написали. Я потом его зачитаю. Ну и вот, я проснулась в хорошем бодром настроении. До шести уже все сделала, обеды всем сложила, котов покормила, дома прибралась. И думаю, пойду-ка я пораньше на работу. И пошла, и по пути зашла на площадочку, немножечко там потренировалась. Немножечко, 45 минут. И сейчас ставим этот момент, да? Да. Дорогие мои друзья, я сегодня встала очень рано. Смотрите, на улице никого нет, даже машины еще не ездят. Но сейчас время начала седьмого. Минут 10 седьмого. Я вот иду. Знаете, хотелось пойти сразу на работу. Я просто встала, если честно, в 4 часа утра. И я уже все обеды сложила, все-все на свете. Думаю, ну что я буду еще дома делать? Уже прибралась и котиков покормила, и котики погуляли. Думаю, пойду я на площадку и перед работой немножечко, там может быть, на гребле прокачусь. А вот, минут на 10 что-нибудь еще прискочну. Короче, пошла и немножечко зарядку поделаю утром, перед работой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне как раз до площадки идти 500 шагов, и вот у меня 3020 шагов. Ну, немножечко я позанималась, хорошо, мне нравится. Зато у меня все пока горит. Ну, и самое главное, настроение великолепное. Просто супер. Побежал. Девчата, опять жаря на улице. Я вышла вот в кроссовках, и у меня сейчас спрело все. Все как всегда, все спрело-запрело. Да, те, кто утром выходят, им прям сейчас жарко. В шортиках, отдыхающие уже в плавочках. Все как обычно. Мы все переживали, что лето не вернется. А вернулось все-таки лето. Прекрасно. И у нас тут такой комментарий. Света, по-моему, у тебя уже объемы стали еще меньше, несмотря на то, что отвеса сегодня нет. Ну, это вот за понедельник был комментарий. И вообще ты почти в идеальной форме. Не очень беспокоиться. Выглядишь отлично. Ой, спасибо огромное за такие позитивные слова. Девчата, я вчера зашла в магазин и увидела костюм моей мечты. Брючный. Просто мне обычно брюки то короткие, то покорой. У меня бедра проблемная зона. И поэтому брюки мне абсолютно все не нравятся. Да вон у нас на торговом канале все говорят, что у Светы идеально все сидит всегда. А ей все равно не нравится ничего. Есть ее фигура и все не нравится еще. Да просто именно брючный костюм, не джинсы. Джинсы, ладно, они там плотная ткань и нормально бедра сидят в них. А именно брючный. И тут я его померила. Но он мне мал, понимаете, своих восьмого размера. Я мялость-мялость думала брать, не брать. Ну и поппинс-то у тебя 50-го. Да, попа у меня 50-го. Там 48-ая. И попа, и пиджак тоже. А как ты еще уже сделаешь вот этот как его... Похудею. В общем, девчата, я его купила. А кости вот сбоку-то как-то там... Можно я похудеть так? Кости у меня застегиваются. Я тебя не помню, 48-го вообще размера на попе. Никогда в жизни. Вот сейчас будет. И кости-то там сходятся. Там просто вываливается везде все. А вываливается что? Жо или бока? Бока и жо тоже. Все там вываливает. В общем, я его девчата купила. И сейчас у меня очень быстро я настрой. Быстренько в него влезть. Пока зима не началась. Потому что он такой демисезонный. Сейчас бы в нем ходить. Но сейчас я в него не влазила. Еще и не к новому году, а вот сейчас. Чтобы ты на целый размер похудела. За месяц я хочу быстренько на размерчик скинуть. И вот. Попробую. Меня еще так никогда никто не мотивировал. Ничто. Как этот костюм. Ни один красивый мужчина. Нет. Мне брючий костюм больше мотивяет. Меня всегда удивляло, как женщины между собой разговаривают. Меня мотивируют женщины из моего отдела. Я говорю, как? Я думала, парни красиво тебя мотивируют. Нет. Я к шубу покупаю норку только ради них. Чтоб они зависти умерли. Кристик, ты, может, меня снимешь в этом костюмчике до? А потом я как сходую после. Хочешь в этот ролик ставить? Да нет, наверное. Там интереснее же до и после, а не просто как все вываливается. Нет, давай. Мне кажется, девочкам очень интересно посмотреть, как все вываливается. Нет, спасибо. Давай, я помогу. Нет, спасибо. Чтобы девочкам очень интересно посмотреть, как у тебя все вываливается. Да. А потом, как все вваливается нормально. А потом, как все сидит, хорошо, да? Чему-то хотят помочь. Держать телефон рукой. Какие-то престарелые мужчины. Да ничего не престарелые, нормально. Который молодой шел, не хотел ничему помогать. А который престарелый очень хотел помочь. Ну, все как всегда. Саша мне как муж ему объяснял. Он говорит, он, наверное, думает, что мне уже терять. Хоть последний раз. Получится, не получится. Вариант, да? Девчата, мы сейчас побежим на работу. Мы отправляли сейчас посылочки. И опять днем вот тут вышли. Просто мы все время снимаемся по утрам. А пойдем по дороге, покажем, сколько людей. Мы просто хотели вам показать. Нам часто очень пишут. Очень часто пишут, что вы нам снимаете, что у вас за деревня. И нам родители уже говорят. Вы можете хоть днем посниматься, чтобы люди посмотрели, какой город, что тепло у нас еще, что очень много людей в городе живет, что в центре много людей ходит. Ну, вот мы стали выдвигаться днем. И все удобно. Яночку закинуть в школу по пути. Конечно. Посылочки отправили, Яночку отправили в школу. Тут место для тайговли. Старьевщики их называют. Ну, старые монеты, полостинки, всякое такое. Пойдем, может быть, вот так вот придем. Пойдем, а то свет прям... Нет, как раз очень стало всем интересно, о чем мы разговариваем. А тут это... Деревья насадили. Ну, мы пойдем, где вытоптана. Пошли вот там, где вытоптана. Где тропинки есть. Мы пойдем через молодежь, и на нас наплевать. А эти мужчины очень интересные, чем мы говорим. Так, и вот про объемы. Еще другая девочка подписала про объемы. Света, ты давно замеры делала? Так, кстати, и заодно и замеры сейчас делаем. Девчата, мы сейчас нам замеры каждый в дом не делаем. Нам же надо для работы. Мы измеряем, у Светы все там без изменений. Ну, имеется в виду, хорошо бедра 104, талия 84. Я лучше ее знаю, потому что я диктор же закадровый, там часто рассказываю. Грудь 98-100, в зависимости от бюстгальтера. Ну, да. Поэтому у нее классический 50-й размер. У Гаюти-то 48-й, нет? Ну... Если лифчик без пушапа. Ребята, ребята, мальчики, кто нас там любит смотреть? Вот ты все секреты расскажешь, как всегда. Чтобы никому не хотелось ознакомиться сразу. Чтобы прям аж поташнивало. С пушапом, короче, 50-й, а так 48-й, да? Ну, да. Я как удивилась, мы тут шли, встретили, там два мужчины, сказали, мы вас смотрим, нас тот-то, тот-то перекидывает парень. Сыно мое, вот эту нашу женскую болтовню, оказывается, парни все-таки смотрят некоторые. Дальше еще одна девочка пишет. Да, 1200 калорий идеально подходит для сброса. И не голодом. У меня за неделю минус 400 грамм. Я превзошла сама себя. И все благодаря марафону. Всем хороших ответов и боевого настроения. Да, 1200. Кристина уже все молится на это, 1200. Говорит, это самый лучший метод для меня. Для нее. 1300, вот если недельку поесть, ну мне, почти ничего, никаких эффектов нет. А если еще не заниматься спортом, не ходить 10 тысяч шагов, вообще никаких ответов вообще двигов не будет у меня. Вот только если ты еще и при 1200 что-то шевелишься. Это вы представляете, это мы тратим даже если 10 тысяч шагов ходим, мы все равно затрачиваем, например, там 300 килокалорий за день, да? Вот, и вы представляете, вот если просто лежа сидеть, сидим, это не сколько надо, при моем метаболизме 900 килокалорий есть, чтобы сдвиг какой-то нацист. Ну вот мама говорила наша, когда она почти не ходила у нее до операции, но она все равно делала зарядку. Помните, она вам показывала, какую она делала зарядку? И то она охудела только при тысяче килокалорий, тысяч. Это значит, так как мы с мамой, очень похожи, прямо одно лицо, с годами у меня метаболизм будет еще хуже. Я буду ходить только на тысячи килокалорий. Почему оно так замедляется? Ну потому что с возрастом же, потом после климса вообще все будет замедляться, еще хуже. Мы это слово не произносим на нашем канале. Ну или как это по-другому называют? Какая-то неплохая. Нам же сказали медицинские термины не употреблять. А у меня своя методика, я же считать не люблю эти все калории, да жути. И когда если я себя сытненько чувствую, значит я не сброшу. У нее весы, все есть. Значит я не сброшу. 300 приложений скачано. А если я Васенька пришел на лошадку? Васильечку. Это тут местный еще один полосач. У него там миска. У него миска и вон полная еды и воды. Постоянно. Он просто сами всегда здоровается в этом месте. Сейчас я тогда даже скажу. А когда идет сброса веса, это когда я постоянно чувствую чувство голода. Тогда я знаю, что у меня будут отвесы. Я когда чувствую постоянно чувство голода, у меня потом может быть компульсивное переедание. Ну у меня тоже. Но это потом уже будет. При котором будет непреодолимое чувство съесть все подряд. И там можно уже не остановиться. Покажи мисочки. А потом нам тогда написали, почему вы Васе ничего не положили. Это его вся улица. Мы кормим другого кота возле работы. Мы кормим вообще всех котов. Вот это Васина дорога. Но на постоянной основе. Здесь потому что его закармливают. А того редко кормят. И мы возле своей работы черного кормим. А он просто так нюкает. Вот кого он любит, с кем он здоровает. Это он так здоровый. Только у него вот такой разрез глаз. Он вот так вот сделан. У него бровки. Такое все время ощущение, что он... Птичку жалко. Да, просит. Голодный такой, несчастный. Ему все бегут, покупают. В магазине что-нибудь. Это мастер маникюра, пидикюра. Не, по-моему, маникюра только. Может тоже пидикюра больше. Что я сегодня беру с собой на работу? Тушеные овощи по 220 грамм. Это болгарский перец, кабачки, баклажаны. Лук, чеснок, зелень. Также здесь еще есть тушеные шампиньоны по 80 грамм. И по 65 грамм отварной грудки куриные. Также по яйцу. Один авокадо. И банан это перекус на завтрак. На обед я потом придумаю себе перекус. Может яблоко будет. Авокадо я съем только половинку. На ужин я ем 250 грамм заливного из говядины с перчиком, с чесноком, а также две помидорки небольших. Вторник, 19 сентября, 14 645. 19 сентября, 21 000 шагов. Девочки, ну все, мы сняли, как я выгляжу в костюме. До, видео есть. Девчата, я не знаю. Но вставлять мы не будем сейчас, потому что вид отвратительный. У нее вообще там не застегивается на животе ничего. Там пирожки все эти торчат. Ну вы увидите все эти вылазивания с сала, когда уже если я похудею. Я не знаю, там может даже на 46 размер, ты если это себе очень сильно стишешь, что ты сможешь так похудеть. Нормально там все. Мы сняли, мы вам все выложим. Когда я в него войду, в этот костюм. Как хорошо, что у человека есть такая уверенность. Значит она простимулирует ее похудение. Да, все, мне главное стимул, тогда будет все окей. Ты хоть девочкам цвет-то костюма скажешь? А, синий, насыщенный синий цвет. Я люблю такие однотонные насыщенные цвета. Неважно какого цвета, лишь бы он был однотонный и насыщенный. А ты не сможешь его на Новый год надеть? Да он какой-то офисный, скорее всего. На Новый год и платьишко какое-нибудь с блестками куплю. А, ну конечно, чтобы такое это было, как для кафе, да? Ну да. Для ресторана. Ну да, это такое у тебя как повседневный. Как у учительницы биологии. Да, я такое и хотела. Да? Походить на учителя биологии. Я посмотрела и подумала, что там что-то будет такое горячее. А там просто учительница биологии. Ну ладно. Смотрите, сейчас заметку. Сексуальная учительница биологии. Нельзя эти слова произносить в Ютубе. Еще у нас мама с папой смотрят. Просто учительница биологии. Так что девчата через месяцок, может быть, если получится, или два. Ну, к концу мая фона точно в него влезут. Когда зимой можно в нем уходить, не знаю. Короче говоря, вот когда она похудеет, тогда мы ролик снимем. Так же, как с моей юбкой. Уже два года прошло. Так что будем смотреть. Но я поставлюсь побыстрее. Мне про юбку пишут постоянно, девочки. Но вы меня подкалываете, я знаю. Но я же до 70, до 68 еще далеко мне. Я говорила, что в ту юбку только могу влезть, когда 68 килограммов. До этого мне еще пять лет худеть. Так что мы с вами на канале Сестрица в теле. Еще пять лет как минимум будем. Худеем в длинную, как называется, в долгую, длинную жизнь. Без всяких стрессов. На веселе. Поэтому смотрим, когда мы, Света говорит, через месяц, а так, может, через год. Ну, примерно. Хотя бы, не раньше, потому что целое размер скинуть-то, это как бы нужно постараться. До мы сняли. Мы потом вам все покажем, насколько ей было, ну, мало. Ну, ладно, девочки, а вам всего хорошего. Увидимся в следующих роликах завтра. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok